ПЕСНЯ Иногда ей самой не верится, что в детстве она училась в Центральной музыкальной школе Примосковской консерватории, где в учителях долг Дмитрий Борисович Кобалевский, а экзамен по композиции принимал Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Кажется, так давно это было, что скорее похоже на сон. И хотя Ольгу Алексеевну Абрамову не упрекнешь в пустой мечтательности, она всегда была человеком дела с практичным взглядом на вещи, все же и она многое в последние годы стала воспринимать иначе. С долей сомнений, например, стала относиться к необходимости того дела, которому посвящает свою жизнь. Прежде сама мысль об этом казалась кощульством, теперь вот допускает. К счастью, иногда лишь только, но оптимизм, неистребимый оптимизм ее натуры выводит таки на простор плодотворной деятельности. Как сейчас, например, в день открытия детско-юношеского фольклорного центра индустриального района Барнаула, инициатором создания которого, а также директором и художественным руководителем которого и стала сама Ольга Алексеевна Абрамова. А ведь она совсем не собиралась в юности заниматься народным искусством. Образование, полученное в Центральной музыкальной школе, позволяло ей учиться в любом высшем музыкальном вузе страны. Но она оказалась в Саратове и, собираясь поступать на академическое отделение, очутилась, тем не менее, на народно-хоровом. Все решила случайная встреча с профессором Христиансеном. Он только взглянул на нее и утвердительно спросил, вы на народно-хоровое? И абитуриентка Терехина с перепугу выпалила «да». Потом ругала себя за поспешность и необъяснимую робость, ведь умела же она проявлять свой характер. Но все случилось так, как случилось. И вместо преподавания в консерватории, где ее оставляли после учебы, отправилась Ольга Алексеевна в далекую Сибирь преподавать хоровое дирижирование в Барнаульском музыкальном училище. А вскоре были созданы песнохорки, и завертелось колесо судьбы так, что уже и не остановишь. В городе пять районов, однако Ольга Алексеевна нашла пристанище только в вашем районе. Почему так получилось? Я не знаю, почему она к нам пришла. Но когда пришла, мы ее поддержали, потому что в ней задача, которая импонирует нашим, занятие с детьми, не просто с детьми, а с мальчиками, которые, в общем-то, остались без дела дома, потому что родители на работе, а после работы в сады, летом, в школе, кружки-то чаще всего тоже назначение такого для девочек. А вот с мальчиками занимается очень мало педагогов, поэтому Ольгу Алексеевну мы как будто ждали. И, несмотря на ее трудный характер, мы ее приветствовали и сделали всю возможность, чтобы она получила те условия, которые ей позволили, я думаю, уже, наверное, к сотне постоянно пользующихся ее кружками мальчиков, движется вот это количество, и я думаю, к следующему, к 1996 году, мы еще больше расширим площади и ее возможности. Трудный характер Ольги Алексеевны в чем заключается? Вы знаете, она очень цепкая и очень настойчивая. А не нравится это многим, потому что назойливость, она же заставляет шевелиться, что-то решать. А люди, в силу того, что сейчас очень много дел, как говорят, не до культуры, не до духовности, считаются трестепенными. А она ставит это на первое место и правильно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По роду дух нечаянный, ребята, совершенно нечаянный. Я не знала, что я казачка, волжская казачка. То есть, во-первых, все это, конечно, скрывалось родителями, и никто об этом никогда не доносил и не объяснял. А вот когда киржаками стала заниматься, киржак, 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 киржак. Раз, казак. А сюжеты казачьи. Вот та же первокаменка, что-то казачье. Стукну, я брякну, бокал разобью. Горькую я водочку в бокальчике налил. Ну, вот такие сюжеты. Ну, такие, как это так, староверы. И бокальчик, и водочка. Мраченую водочку они пели в бокальчике налил. Я говорю, а вы кто? Ну, расскажите свои корни. Да нас обзывают и мои киржаки, мы, ну, то есть, вот как вроде поляки тоже. То есть, там одна была ветвь поляцкой культуры. Азия говорит, да вы здесь вот проходили, проходила казачья, значит, линия. Ах, так вот, что там села Семеновка есть. Так, в Третьяковском районе. Вот там проходил форпост стоял, редут даже находился. Это были казачьи станицы. Ну, мне было это очень интересно. Потому что, все равно, я всегда тяготела к такой традиции, чтобы пели мужчины. Вот, ну, не знаю, вот мне нравится и страшно, вот когда поэт мужчины. Вот когда поэт, мне кажется, мужчины, какое-то спокойствие дало. Вот у меня на душе спокойствие. И вообще, вот почему вот мальчики, мы вдруг стали заниматься. То есть, вот какой-то поворот у меня идет. Вроде и с детьми я всегда, я в консерваторию поступила. У меня всегда были дети. Потому что свои маленькие были дети, их надгостного, они около меня находились. Вот. И сюда видно вот этот зигзаг, что ли, судьбы, так и опять привел к детям. Ну, вот опять то, что болезнь какая-то, боль какая-то была, что у мальчишки есть, мальчишек бы научить вот этой традиции. Но сначала надо самому через это пройти традицию. Потом только понять. Мне кажется, вот сейчас я только дохожу, вот, 17-й год, на Алтай. А мне кажется, сейчас я только созрела к тому, чтобы что-то я могла донести. Ну и получается, что из музыкантов, по сути дела, вот здесь вот с этим центром, превращаешься в воспитатель. Да, да, я не стесняюсь этого. А музыки? Ну, обязательно музыка. Видите, в этом центре. Ну, во-первых, все собраны, будем говорить, у меня педагоги, это все молодые люди, все молодые люди, которые, ну, прошли вот, это трудно, в принципе, школу, учебу прошли, и получили знания, знания, вот, ну, по традиции, знания в музыкальном отношении, они, в общем-то, грамотные. Вот, и выливаться стало в того, что как бы нам это дело продолжить. Ну, а дальше-то куда идти? Куда? Вот с этими казачатами, с этими мальчишками, которые со слухом-то у них даже, по-моему, еще не все приходят, не могут отличить одну ноту от другой. Да, ну, здесь все это нарабатывается. У каждого ребенка есть, он каждый ребенок талантлив, то есть просто мы помогаем раскрыть, больше ничего. И каждый вот педагог, он должен добить, не добить ребенка, а достичь вот этих целей и задач, чтобы наинтонировал он, правильное прочее. Нет, здесь, конечно, все глубже. Глубже к тому, что эта культура, я никогда в политику не вхожу, и не собираюсь даже об этом сейчас ни о чем говорить. А что у мальчишек, вот этот вахум наступил. То есть раньше было, зорницы, еще что-то там было, много очень игр-то играли, ну, пионерия. Ну, им было просто, может, каким-то образом это было интересно. Вот. А сейчас, ну, будем говорить, вот этот вахум заполнили они именно вот этим действием. То есть вот, ну, познанием творчества, познанием традиций. Я считаю, что это великолепно, если они наконец найдут себе, вот вы же видите, вот сколько вы здесь у нас незапланированно пришли к нам, а они идут, вот, и мальчики же идут именно к этим хрупким девочкам, которые работают. Вот. Поэтому все это, конечно, не просто так, что я пришла именно к этой культуре. Потом я уже говорила о том, что когда вообще выяснилось, что оказался у меня даже казачий род, уже когда мне мама фотографии показала, я сказала, да, у нас вот так и так, то-то, то-то, то-то было. И фамилии казачьи. Вот. И мне просто стало интереснее этим заниматься. Потом у нас есть даже педагоги, тоже вот к роду относящиеся. Например, Игорь у нас Сазонтов, так он из Бухтарминца, из Бухтармы, то есть Семереченские казаки. Дед казак. Ну, опять, это все не говорилось, это уже вот все потом, вот сейчас стало восполняться. У детей, у многих тоже есть казачьи роды. Но хотя у нас мы не ставим цель, чтобы ты был казак, и вот только тогда будешь петь. Мы просто поем, им просто интересно. Им интересно надеть форму, интересно надеть саблю, но пофехтовать, в форме так себя чувствовать. воином каким-то, все равно по природе мужчина воин, женщина хозяйка. Это тоже вот неотъемлемая часть женщины, атрибут, к сожалению, тоже ушедший от нас. Я все делаю через себя, говорит Ольга Абрамова, в том смысле, что прежде чем возьмется за какое-то дело, она должна его освоить сама досконально, так, будто всю жизнь только им и занималась. И этому же учат своих учеников, хотя правильнее было бы их называть коллегами, потому что, несмотря на ее педагогическое превосходство и безусловный авторитет, с Абрамовой в работе они на равных. ПЕСНЯ ПЕСНЯ И эти рождественские колядки тоже из серии «Через себя». Занятия и игры во многом учебные. Их и на видеопленку записывают, чтобы потом разбирать на оценку, что сделано правильно, а что нет. Но ведь это же для педагогов занятия учебные, а для ребятишек-то все происходит по-настоящему. Это то, что останется с ними на всю жизнь. Запишется в памяти, как генетический код нации, его культуры, морали, тех нравственных ценностей, с утратой которых начинается гибель народа, как носителя этноса. Это если смотреть на проблему исторически и с глобальных, можно сказать, космических высот. Не слишком ли высоко? Наоборот, в самый раз. Потому что уж очень глубоко мы зарылись в копну повседневной обыденности, что перестали различать и горизонты, и высоту. Что же касается земного, практического взгляда на эту проблему, то и он выводит нас к тем же истокам. Стоит лишь вспомнить, с чего все начиналось у той же Абрамовы. Когда я сюда приехала на Алтай в 79-м году, первое впечатление было от музыкального училища у меня сначала страшное, потому что эти вот костюмы, эти цветочки нагрудные, эти кокошники такие лохматые, не поймешь, с какой национальности, вообще, какой национальности можно это нанести. Все это было страшно, ну и в первую очередь, конечно, надо было сразу срочно ехать и записывать песни. И первая уже была экспедиция, это экспедиция в Красноярский, ой, Красногорский район, село Тайна. И вот уже само слово Тайна, это уже было интересно, что это такое Тайна. Это киржаки, это старобряция. Слово киржак, конечно, слышала, но так, когда просто когда-то читала литературу, и больше нет. И вдруг здесь вот они живые, деды, да в рубахах, да в косоворотке, с бородами. Ну, они не очень-то до себя допускают, до того, чтобы их распеть, их надо еще разговаривать, с ними надо еще пообщаться, поговорить, а потом только, может, может, и споют. И когда до этого надо им сначала было спеть, ну, я пела песни больше волжские, потому что все-таки я с Волги, и приходилось песни говорить, а вот у нас такие-то песни есть, ага, если они видят, что-то, ну, что-то, что-то, хоть чуть-чуть, проявляешь в этом интересе, что-то, в чем-то, хоть разбираешься, они отдают, конечно, песни люди. А потом, вторая экспедиция была, буквально, значит, в сентябре я съездила в Красногорский район, а уже в октябре я поехала в Шапуновский район, в село Воробьево, там тоже, то есть вот, наплыв, столько было впечатлений, я сразу увидела костюм, именно чисто сибирский, хотя, я помню, в 85-м году, когда были на международном фестивале в Москве, нам все смели, с людьми говорили, ну надо же, сибиряки поют, а все говорят, сибиряки не поющий народ, ну надо же, у вас такие яркие, говорят, костюмы, а все говорят, что-то сибири, ну, не художественные, вообще сама, суровая сторона-то, и говорят, да вы, ребята, ну, мы тогда были в музыкальном училище, все молодые студенты, ребята, научите сибирский хор-то петь, да что же, они у вас даже не могут петь, ну, никак, на самом деле, и сибирский хор, кстати, у нас там много наших ребят, которые закончили музыкальное училище, они там у нас поют, наверное, тоже принесли какую-то свою лепту, и на самом деле смотрим, сибирский хор стал хоть что-то там, другой костюм, то есть первая задача была мне, моя была задача, это мне надо было найти именно наш вот костюм, который соответствовал бы вот нашему региону, потому что когда я уже с Христиансом, это вот мой педагог, профессор Саратовской консерватории, когда я с ним списывалась и говорила, вот то-то, 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 хорошие найденные пласты, ну, он сразу говорит, говорил, обращай внимание на материальную культуру, потому что коллектив надо сначала правильно одеть, нельзя коллектив, ни в коем случае вот это псевдо, а-ля Русь, что очень характерно, и до сих пор, кстати, ну, хоть и больше сейчас интерес проявляет к традиционному творчеству, ну, и можно и сейчас встретить, вот ты говорил, ты больше обращай внимание вот именно на традиции, на традиции материальной культуры, вот потом последующие были очень великолепные экспедиции в Третьяковский район, это село Первокаменко, можно говорить, что вот я уже Первокаменко во многих местах слышал, то есть в Омск приезжай, Первокаменко слышал, то есть наши студенты, конечно, это все разносят, естественно, те песни, которые мы собрали вот в 79-80-м году, вот в первые годы, когда здесь сюда приехал, то есть в принципе, они сейчас становятся классическими, классическими образцами для нашей всей Сибири. По правде сказать, прежде чем отправляться в экспедицию, Абрамова много времени проводила в библиотеках, изучая историю освоения Сибири. Она должна была знать, к чему готовиться, чего ожидать от поездки. Но действительность, как это часто бывает в жизни, всегда оказывалась богаче и сильнее ее ожиданий. С появлением песнохорок началось открытие и освоение полузапретного, полузабытого пласта народного искусства под названием фольклор. Материалы любой, одной единственной экспедиции позволяют написать не одну научную работу. Абрамова же теоретическому изучению фольклора предпочла практическое его возрождение. При годных районах, где в свое время осели переселенцы из Европейской России, поражаешься не только географией, представившей переселенцев, но и разнообразием этнических оттенков, сохранившихся в основе своей до нашего времени. Вот сам факт такой сохранности и удивляет-то больше всего, потому что по всем правилам последующего исторического развития России именно эта корневая основа была обречена. Как, впрочем, и у некрасовских казаков Ставропольского края, где умудрилась в свое время побывать Ольга Алексеевна Абрамова. Казаки бежали в Турцию со своим атаманом 250 лет назад, и лишь в 962 году они вернулись на родину. Эта обреченность, казалось бы, на роду написана, а нет, вопреки всему, уцелели. Красивые горы Алтая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поехала бы за костюмами, а кроме костюмов обогатилась еще и песнями. Да, ну, естественно, что возник вопрос, потому что те песни, которые я привезла сюда с Волги, естественно, здесь была своя трансформация этих же песен. Сюжеты одни и те же, в принципе, что в одном регионе, что в другом регионе, сюжеты всего, ну, будем говорить так, сто, сто сюжетов песен. А как их распевают? Их распевают, естественно, по-разному. И вот уже в Третьяковском районе, в Первокамене, когда я услышала Тероя, Йо, Аой, Йо, Щи, Цая, Оу, а это что такое? Таких распев я, конечно, на Волге не слышала. Там более традиционное такое пение, ну, в терцию, будем говорить так, вот в музыкальном плане, в профессиональном отношении. То есть это параллельные были терции, и все. И вдруг вот такое разночтение, и разбивка слов, вставки, это очень характерно именно для Сибири. Куча выпускников, которые занимаются, очень многие пошли по твоим стопам, возьми Вялковых, возьми Гойду. Ведь коллективы тоже множатся, и слава на них тоже уходит. Не оттягают ли они от тебя это? Не боишься, что, так сказать, конкуренция появится такая, которая уже... Я всегда боюсь конкуренции. Вы знаете, я очень... Я болезненно отношусь, когда вот от меня, значит, они вот, они заканчивали музыкальный, заканчивали музыкальный, уезжали, уедут, например, в Турача, когда уехали, я очень болезненно все это переносила, и всегда думала, что вот, вот, плохо, ко мне не относится. Нет, это жизнь, это на самом деле круг жизненный такой, что это... Понятно, была это моя миссия, вот там вопросы, это была моя миссия, создать, помочь, возродить. А дальше каждый идет своим путем. Да. И нет, я говорю, я боюсь этого, этой конкуренции, но меня это подталкивает сильно. Потому что вот я сейчас хочу сказать, что песнохорки сейчас, мне кажется, находится на очень высокой ступени, именно в музыкальном отношении. Потому что мы так не пели. Они и так не чувствовали, потому что я тогда была еще недозрета. Вот я с ними вместе учусь. Сейчас поют совершенно, мне сейчас очень с ними интересно, потому что вообще песня что такое? Это душевное состояние. Вот на момент. Не каждый раз может песня получиться. А вот сейчас вот мне хочется, вот мне хочется сейчас говорить с вами. Я отдыхаю, вот я говорю с вами, вы меня слушаете, мне очень приятно. То же самое состояние песни. Я пою, через меня идет, я сама не знаю, откуда это идет. Какие подголоски? Я должна на голоса петь. Сидит рядом со мной человек, он должен запеть, и вот у него такое состояние. Ну не каждый раз это бывает состояние. И вот песнохорки сейчас дошли до этой вот точки. Я думаю, что есть, конечно, еще выше, и должна быть планка выше, но в чем-то в другом. А в музыкальном отношении они добились. Потому что вот когда поехали в Польшу, и мы сравнивали себя с другими, я уже, так сказать, чуть-чуть приземленная, не с теми, конечно, такими планами была наполеонским, когда 17 лет тому назад, я более приземленная, конечно, человек. А я все равно слушаю, смотри, нет, ребят, смотрите, оказывается, мы хорошо, мы правильно, мы на правильном пути. Поэтому музыкально, ни в коем случае во мне не убился музыкант. Вот это все мне помогло. Все. И то же самое ткачество, и то, что я бисером навожу вот эти же, будем говорить, узоры, составляю сама, это я уже. То есть это мне помогает именно в песне. Потому что я никогда не отличалась, допустим, великим большим голосом. Я не певица. Но мне страшно нравится петь. Вот кому не дан голос, вот ему хочется человеку петь. А это вот фольклор как раз состояние, когда не обязательно великий-то голос иметь, а вот душевное состояние. Ну, а как мне, кураж, если песни там, допустим, веселые, а кураж, если лирика, там куража-то мало, ну, тоже плетешь эти подголоски, дай бог. Ольга Алексеевна Абрамова была участницей первого международного фольклорного фестиваля в Москве. Наши песняхорки его и открывали. Тогда все было сделано с размахом. Который рождал надежду на то, что приживутся и у нас в России такие праздники истинно народного искусства. Но первый московский так и остался, к сожалению, единственным. Потом Абрамова ездила со своим коллективом в Испанию, где была участницей 27-го международного фестиваля. Потом в Польшу. С болью и горечью, лишний раз убеждаясь в том, что им почему-то это надо, а нам нет. Хотя еще в Москве подметила и позже в Европе лишний раз убедилась в том, что наш фольклор богаче, интереснее и разнообразнее, чем у них. А еще то, что то ли дело в европейской плотности поселения народов, то ли в непринужденности и безграничности общения, но интернациональность коснулась и фольклора. Он все более и более приобретает черты единого европейского искусства, всего лишь с проблесками ярко выраженной национальной принадлежности, чего пока, к счастью, нет у нас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ НИЗКИ ПОКЛОНЫ В Польше наши песнохорки оказались любимцами публики. Именно там им предложили выпустить музыкальный альбом с песнями Сибири. Что ж, в Польше так в Польше, лучше там, чем нигде, подумала Ольга Алексеевна Абрамова и согласилась. Тем более, что ни в масштабах Отечества, ни в пределах края таких предложений песнохорки не получали. Так что будет скоро Европа слушать наши русские песни, и надо полагать с удовольствием. Уж чего-чего, а жить с удовольствием они умеют. Хорошо бы и нам научиться этому. Из многих отличий, подмеченных Ольгой Алексеевной в отношении к народному искусству, она обратила внимание и на костюм, который воспринимается у них и у нас по-разному. Там эта одежда, которую носили отец, дед, прадед. Облачаясь в нее, европеец как бы примеряет к себе и жизнь своих далеких предков. С удовольствием отмечая, что в главном, в сути своей, он мало чем от них отличается. Заботами о благе семьи, здоровье, процветании своего государства. У нас отношение к этому иное. Мы не одежду на себя надеваем, а лишь примеряем костюм, не ощущая себя в нем, как в одежде. Он лишь часть представления праздничного действия, ограниченного временем и пространством. Закончится праздник, уложим и костюм в сундук, упрячем вместе с ним и ту другую жизнь, которую этот костюм воскрешал. И в этом отчуждении кроется самое непостижимое противоречие, оторванность внешних проявлений того, что до сих пор является сутью народного духа, от способов его выражения. Что есть у нас непроявимо внешне, чего нет у них, облачено в красивую форму. Я говорю, вот как легко работать с девочками. Можно было по этому пути пойти. Набрала красивых девчат, громкоголосых, и поясни. Нет, нужны мальчишки, да обалдуй. И вот они бегут на занятия, подходят ко мне. Уже неудобно вот вроде меня поцеловать, но ждут, когда я вот так должна сделать. Они тогда поцелуются, они боятся уже вроде как, ну взрослеют уже. Кто-то третий год занимается, и они им там в седьмом, в восьмом классе, в девятом классе. Ну, все равно неудобно. Вот. И мало того, что все же мальчишки раскрывают свои какие-то тайности. Я же знаю, кто кого там уже любит, кто кого уважает. Вот я опять, вот эта сложность мне надо было пройти. И вот я прошла, я тоже насытилась этим, кстати. Мне теперь дальше надо, мне теперь хочется коллектив сделать крутой и детский. Я могла тоже опять остановиться на этом, ну вот, готовить ребятишек, заниматься спокойно. Нет, вот, ну то есть, человек ищет трудности. А потом я еще козерог. Это тоже, никуда не деться. А потом по конкурсу ребятишки поступают. Ну, вы знаете, что такое конкурс? Это нет, конечно, мы нигде не объявляли. Вообще мы ничего не объявляли. Мы нигде не говорили, вот мы набираем мальчиков такого. Нет. Но их у нас 120. Ну как они к вам идут? Что, всех берете, кто придет? Мальчикам всем. Безотказно. Потому что я, девочка, девочкам мы отказываем. Девочкам мы прямо, я сразу, мне как-то неловко перед родителями, они вот, ну возьмите девочку. Мы говорим, понимаете, мы для мальчиков созданы. Вот я просто вижу, что, вот, ну опять, каждый человек вот создан для чего-то. Вот вроде как фольклор подняла, но вот там, мне это приятно. Столько коллективов стало, там, значит, вот, приветы передают. Мне это очень приятно. Как самолюбе мое. Бальзам по душе. Ольга Алексеевна, ну вот человек увлекающийся, человек загорающийся. А вдруг и это надоест? Что дальше-то будет? Ну, мне кажется, опять я какой-нибудь выход найду. Потому что дело в том, что я сейчас хочу пос... Вот, ну, я не хочу. Вот даже момент. Вот я сейчас здесь сижу, на меня вот идет свет. Я это чувствую. И вот я думаю, что эту энергию, которую мне посылают, вот эти вещи, которые меня окружают, я теперь должна послать своим ребятам, своим студентам. Ну, вернее, извините, они уже давно не студенты, а своим педагогам, коллегам, молодым. И чтобы вот они дальше пошли. То есть, чтобы мы не остановились как песнохорки, все-таки мы достигли своих высот. Потому что мы все-таки уже записываем песни, уже диски. Ну, пусть пока за рубеж только интересуются нами. Ну, к сожалению. Вот. Это тоже великолепное дело. Чтобы, наконец, мальчики у нас запели. То есть, вот, чтобы ожил вот этот центр. И то, что мы сейчас здесь находимся, я думаю, что это уже не остановка. То есть, уже мне, ну, да, ладно, дали мне это, мне уже побольше захочется. Я, конечно, боюсь оказаться у развитого корыта, что может быть и такой может быть поворот. Но будем говорить так. Все равно я вижу перспективу очень большую. И именно силы в себе я ощущаю сильнейшее просто. Потом около меня люди. Не я делаю одна. Нет, далеко не я. А мне вот эти все люди помогают. Мы делаем одно дело. И у каждого сейчас, у каждого педагога есть свой коллектив. И они все-все идут. И я думаю, что это будет очень солидное дело. Я думаю, что те мальчики, которые через нас пройдут, а может, и порядок будет в крае. Ой, даже не в крае, возьмем только район. А может, потом город будет мой. Ну, как вот у нас рекетеры там крепенькие, держат свою власть. А может, я тоже вот в этом плане борьбу какую-нибудь сделаю, а? Ну, вот такой человек я. Грани, глади! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok